Овны, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим и анализируем ваш второй прогноз на май 2024 года. Каким для вас будет этот весенний месяц? Какие сферы будут наиболее значимые? Мы сейчас это все посмотрим и проанализируем. Если вам необходимо, смотрите дополнительный расклад по асценденту. Знаю, что некоторые смотрят по Луне, здесь вы варьируете сами, как вам нужно смотреть. Когда вы задаете вопрос, по какому из знаков у меня будут проигрываться в большей степени, вы должны понимать, что у любого практика, какого бы вы не смотрели, вы должны проанализировать минимум два месяца диагностических, так сказать, работ на Таро, посмотреть и по солнцу, и по асценденту, если у вас эти знаки разнятся, и посмотреть, какой знак у вас резонирует в большей степени, потому что других каких-то рекомендаций здесь я вам не дам. Здесь вы должны это выявить самостоятельно. Итак, мы с вами приступаем. Основные энергии месяца, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Сейчас все вам пододвину, чтобы хорошо были видны арканы, и мы с вами приступаем. Итак, основные энергии месяца. У вас здесь ложится туз Пентакли. Шикарная карта, шикарные возможности, потому что туз монет это успех, причем во многих сферах, во многих начинаниях. Для кого-то это новый шанс, для кого-то это приход крупной суммы денег, для кого-то в целом улучшение финансового состояния, а у некоторых из вас это могут быть крупные покупки или же просто крупные траты на себя любимых. Посмотрим, с чем непосредственно у вас там будет сопряжено. И здесь туз монет и девятка мечей говорят о следующих моментах. Для некоторых это попытки себя уберечь от потери ресурсов, поэтому это желание сразу во что-то инвестировать или купить, что-то приобрести, потому что вы понимаете или осознаете тот факт, что или деньги, так сказать, у вас могут уйти на другие траты, или впоследствии то, что вы хотите купить, может значительно вырасти в цене, и вы понимаете, что у вас может не быть этих ресурсов. Поэтому такая позиция сохранить то, что вы имеете на текущий момент, ну и, конечно же, впоследствии приумножить. То, что касается вопросов работы. Семерка жезлов. Непростой, конечно, аркан. Почему? Потому что зачастую он говорит о ситуации противостояния, когда нужно отстаивать свою точку зрения, свою позицию, может быть, способы реализации каких-то проектов. Понятно, что здесь необходимо соблюдать вопросы субординации, но тем не менее. Что такое семерка жезлов? Это ситуация, когда вы, опираясь на свой опыт, доводы, аргументы, можете действительно добиться той ситуации, которая для вас будет наиболее комфортна в плане работы. Возможно, условия труда, или, повторюсь, реализация проекта, или, может быть, вы формируете себе команду, которая позволит вам достигать более быстрых и комфортных результатов. Факт остается фактом. То есть здесь фактически идти напролом. Безусловно, кто-то из вас работает, кто-то не работает вовсе. Поэтому будем анализировать ситуацию для разных социальных категорий. И сейчас мы посмотрим ситуацию для тех, кто у нас не может по ряду причин работать на текущий момент. Может быть, мама в декрете, или неработающие пенсионеры, или неработающие студенты. Итак, что здесь для вас? Восьмерка монет. Это, так сказать, быть полезным своей семье, социумом. Потому что здесь заниматься бытовыми вопросами, бытовыми задачами. Да, в какой-то степени вас может утомлять эта рутина, или, по большому счету, вы можете от нее устать. Но, тем не менее, знаете, как у каждого свои обязанности и обязательства. То есть сказать, что у вас что-то кардинальным образом изменится, или вы будете работать. Не могу, потому что одну колоду у вас паж-мечей. Максимум это, может быть, искать нишу для своей реализации. Но, еще раз, на текущем аспекте это дом, это быт, это какие-то события, ежедневные задачи. Если же вы у нас являетесь соискателем, то семерка жезлов и тройка мечей. Это тот факт, когда вы можете пройти собеседование, но уже, скажем так, по факту подписания трудового договора, многие моменты вас могут не устраивать. Как следствие, вы откажетесь от этой затеи и будете искать нишу или вакансию дальше. Для тех же, кто у нас наемный сотрудник, семерка жезлов и двойка жезлов. Аркан, который говорит о следующем. У некоторых это может быть ситуация, когда нужно приложить максимум усилий для того, чтобы совмещать несколько видов деятельности. Как вариант, допустим, ваша основная работа и хобби, которая тоже может приносить доход, монетизацию, вы в него активно вкладываетесь. У кого-то совмещать две вакансии в одной организации или, может быть, одномоментно работать на два предприятия, в особенности, если вы фрилансер. Поэтому здесь такая вот позиция хоть разорвись, но деваться некуда, нужно будет прикладывать усилия для того, чтобы достичь максимального эффекта. У тех же, кто у нас владеет собственным делом, собственным бизнесом, семерка жезлов и восьмерка мечей, это своего рода как ряд ограничений. С чем они у вас будут связаны? Во-первых, вы здесь можете быть подвязаны под ряд лиц и без них не можете начать свою деятельность или, может быть, какие-то события. Мы сейчас даже давайте с вами раскроем, посмотрим, о чем здесь. Здесь девятка монет. Это может быть и нехватка ресурсов, то есть ожидание инвестиций. Более того, что такое девятка монет? Это также брать бразды и вправление в свои руки, ожидание, может быть, лицензии или справок каких-либо на вашу деятельность. То есть это здесь, так сказать, раскачка. У тех, у кого свой бизнес уже, скажем так, активно работает и идет, это может быть сертификация новой группы товаров, или вы можете внедрять новую услугу. Сейчас, скажем так, ее просто пробовать, смотреть. Пойдет, не пойдет, стоит, не стоит. То есть здесь, знаете, проба пера. Можно объяснить таким словом. То, что касается финансов. По финансам прекрасные арканы. Не зря у вас здесь ложится туз монет, потому что десятка пентаклей это подтверждает. То есть это как и крупный приток денег, так и, допустим, очень существенные траты. Они у вас в большинстве своих могут быть связаны с семьей, с членами семьи. То есть для кого-то это улучшение жилищных условий, начиная, допустим, от покупки жилья или же это, возможно, комплектация вашего жилья. От завершения ремонта до приобретения, может быть, техники, мебель и чего угодно. Потому что здесь, как мы видим, у нас изображен замок. Соответственно, мой дом, моя крепость. Да, это, конечно, могут быть ситуации, когда вы получили крупную сумму от продажи недвижимости. Но, тем не менее, у вас здесь стоит острое желание во что-то инвестировать, чтобы эти ресурсы у вас не пропали. То есть вы будете обеспокоены и озадачены тем фактом, во что вложить, куда инвестировать, чтобы не только сохранить, но и приумножить. Здоровье. Что здесь по здоровью? Здоровье пятерка чаш. Пятерка чаш это такая ситуация, когда вы уже эмоционально не вывозите все перипетии, ряд стрессов, это желателен отдых. То есть, если есть таковая возможность, посвятите время себе любимым, вырвитесь хотя бы на пару-тройку дней куда-то отдохнуть и эмоционально разгрузиться. И еще пятерка чаш у нас зачастую указывает на ситуацию, когда нужно с датчей каплисты проверить кровь. Потому что, если так скажем, дословно сказать, ну это может быть некорректное выражение, сейчас скажу так, плохая кровь или в некоторых случаях говорят гнилая кровь. Это зачастую тех, у кого часто воспаление, фурункулы и так далее. То есть здесь просто имеет смысл перепроверить, все ли у вас в порядке, нет ли у вас дефицитов, то есть ну и как следствие проконсультироваться с вашим врачом. Так, смотрим вопросы личной жизни. Пятерка жезлов. Пятерка жезлов это когда нужно побороться за свое, вне зависимости от того, в каком вы статусе, имеется ввиду, вы там свободные, вы в треугольниках или же, допустим, вы в стабильных союзах, потому что здесь отвоевать личные границы, вашу собственную территорию, обозначить правила игры. Будем смотреть, как это прозвучит для вас. Итак, те, кто у нас на данном этапе свободен. Что у вас? У вас пятерка жезлов и королева монет. Здесь желание обрести партнера или партнершу, которая у вас будет вкладываться, холить, любить, лелеять, но здесь сугубо не в обиду никому, это такой вот меркантильный или потребительский интерес, потому что даже неважно вы мужчина или вы женщина. Вот надоело тянуть все самостоятельно в жизни, в одиночку. Поэтому пятерка жезлов это будет в какой-то степени, назовем так, борьба за лакомого партнера или партнершу. Тем более, что дно колоды у вас ложится аркан луна. Луна, так сказать, внедрить манипуляции. Здесь не зря у вас изображен чеширский код, то есть здесь вы будете вдаваться во все тяжкие, чтобы добиться того, чего вы хотите, к чему вы стремитесь, а именно того партнера, который соответствует вашим ожиданиям или партнерши. Анализируем ситуацию для тех, кто у нас в адюльтерах. Что у вас? Пятерка жезлов и десятка чаш. Так, здесь вот ситуация неоднозначна, объясню вам. Если вы, назовем так, инициатор любовного треугольника и у вас несколько партнерш или партнеров, то здесь вы будете бороться за сохранение семьи. Допустим, даже если вы не женаты, а с кем-то сожительствуете, то за сохранение текущего союза. Почему? Потому что дно колоды у вас пятерка монет. Вы понимаете, осознаете, что, знаете, как велик шанс потерять то, что вы имеете. От этого отказываться не готовы. Если же ситуация, наоборот, иная, то есть вы там в статусе любовника и любовницы, у вас нет супруга или супруги, то здесь бороться за перспективы создания семьи с вашим избранником или избранницей. И смотрим ситуацию для тех, кто у нас в стабильном партнерстве. Что здесь? Пятерка жезлов и тройка монет. Это бороться за то, знаете, я хочу, чтобы было все так, как я хочу. Вот по-другому это назвать нельзя. Потому что это такая вот четкая позиция. Я здесь дикту свои правила. Или, скажем, не назову это так алгоритм совместной жизни, но тройка монет это, по сути, алгоритм выполнения тех либо иных действий, которые вы будете требовать от своих близких людей, от ваших там подопечных и так далее. То есть это создание той структуры, в которой вам комфортно. Потому что эта ситуация, она для вас набирает обороты. Многие вещи, на которые вы закрывали глаза, для вас это уже неприемлемо. И вот здесь пятерка жезлов и тройка монет, это безусловно такая ситуация, когда нашла коса на камень. И вы хотите обозначить личные границы. Это могут быть также распределением бытовых обязанностей в семье и прочее. Если же у вас совместный семейный бизнес, семейное дело, то здесь борьба в какой-то степени может быть за главенство или за какую-то вашу идею, которую вы хотите реализовать в рамках этого месяца в вашей организации, в вашем предприятии. Смотрим рекомендации от карт. Здесь по тузу мечей. Туз мечей это идея, идея которую стоит реализовать. То есть не просто знаете как, чтобы она вам пришла в голову, а здесь желание воплотить. Плюс расставить все точки над и. Месяц для вас значимый. Почему? Потому что начинается с туза и так сказать завершается тузом. То есть это новые энергии, которые будут ходить в вашу жизнь. Которые, скажем так, заставят вас меняться. Наиболее значимые сферы и ниши для вас это финансы. С ними все в порядке, но здесь, повторюсь, желание вложить и приумножить. И обратите, пожалуйста, внимание на состояние здоровья. Потому что это основной ваш ресурс, который вам позволяет достигать того, чего вы желаете. Смотрим с вами на неожиданность месяца. Что будет здесь? Так, аист, совы и карта ключа. У вас замечательные арканы, тем более, что дно колоды у вас лиса. Потому что данная триада карта нас влит следующее. У кого-то в прямом смысле слова бить свое новое гнездо для себя или может быть для ваших детей, ваших потомков создавать комфортные условия. Почему? Потому что здесь, если вы сами родители, это как с вашей подачей помочь вашим детям создать очаг. Может быть это либо вложение в квартиру, или вы будете приобретать какую-то недвижимость для своих чад. Также это может быть ситуация, когда вы перемещаетесь куда-то, если вы или арендуете новое жилье или приобретаете. Потому что здесь для себя искать более комфортные условия жизни. Помимо прочего, эта связка арканов говорит о том, что будет найдено решение, над которым вы очень долго раздумывали. А также ситуация, когда ваша проницательность, ум, мудрость, прозорливость и дальновидность дадут свои плоды и результаты. Но, к примеру, вы приобрели недвижимость и раз, фактически даже уже через неделю она выросла в цене. То есть может быть какой-то скачок на рынке. То есть для вас это или вы во что-то инвестировали, инвестировали выгодно, то есть сразу уже видите, скажем так, результаты вашего труда. Поэтому здесь как просчитать все наперед. Потому что вот это дно колоды леса, это вот хитрость, это прозорливость, это знаете, как держать нос по ветру, это быть в курсе тенденции или быть на волне. Ну и как следствие избежать каких-то неприятных событий. Поэтому я считаю, что продуктивный месяц, шикарный месяц, кстати давайте мы с вами его закроем десятками, чтобы жизнь была полная чаша и действительно в течение этого месяца вы достигли того, чего вы хотите. От вас жду обратной связи по прошествии периода. Если у вас есть, так сказать, личные вопросы, которые вы хотели бы для себя прояснить и разрешить, жду вас на индивидуальных консультациях и ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти или под любым из моих видео или в шапке youtube канала. С вами не прощаюсь, услышимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok